здравствуйте с вами канал вкусный огород барнаул как уже упоминалось капусту сею сразу в грунт а потом уже когда она подрастет рассаживаю по участку часть остается на прежнем месте ну а часть высаживается на другие места вот эта капуста была посеяна 4 мая прямо семенами вот на эту грядку и после того как она была рассажена прошло уже 10 дней и может быть немного запозданием в этом сезоне но прошла пора делать первую подкормку капусте видно что растения пошли уже в рост они уже довольно большие поэтому подкормка сейчас будет самую пору как всегда перед жидкой подкормкой должен быть сделан полив но в данном случае идут постоянно дожди видно насколько влажная земля полив не требуется подкормку можно делать смело укромном уголке участка припасен свежий куриный помет вот в такой емкости он находится вот видно тут муравьи проявляют активность и поймали опарыша в курином помете и куда-то его хотят утащить но это дело их не мешать им не буду вот так выглядит свежий куриный помет он взят с птицефабрики имеет вот такую полу жидкую консистенцию готовится раствор куриного помета для всех культур одинаково развожу с водой в пропорции примерно 1 к 15 и сразу же применяю настаивание никакого не требуется поскольку в этом случае неизбежны потери азота а сейчас он растениям очень нужен поскольку они только-только начинают расти для этого ответственного дела проведения жидких подкормок имеются два специальных ведерка вот они специальная лейка но кто не видел как это делается покажу еще разочек в ведерко накладываю определенное количество куриного помета использую для этого совочек накладываю примерно из расчета чтобы раствор получился в пропорции 1 к 15 все это конечно очень примерно тщательно здесь особо и не нужно затем наливаю в ведерко нагретую специальной емкости теплую отстоянную воду и вот такими грабельками очень удобно разводить куриный помет все раствор готов раствор переливаю в клейку оставшиеся в ведерке гуща тоже является очень хорошим удобрением и выливаю ее куда-нибудь ну например можно под смородину вот рядышком или вот подрастает клещевина ей тоже подкормка не помешает только как раз это гуща очень не пригодится она потом разойдется питается в и будет хорошей подкормкой клещевина очень любит подкормки подкармливать капусту очень просто поскольку еще имеются в наличии лунки постепенно они будут заравниваться и со временем исчезнут совсем но первая подкормка как раз делается в эти луночки аккуратненько излейки без насадки вливаю в лунку необходимое количество раствора если немного попадет раствор на листья страшного ничего нет потом можно их ополоснуть чистой водичкой расход раствора следующий все это конечно очень примерно вот на такую грядочку здесь 7 растений капуста довольно большая можно использовать одно ведро 10 литров этого будет вполне достаточно и перекорма тоже не будет если растение поменьше можно расход чуть-чуть уменьшить подкормка делается очень быстро работа занимает всего несколько минут вот это вторая грядочка капусты здесь цветная капуста кальраби краснокочанная эта капуста была посеяна чуть позже 7 мая и немного меньше ростом чем белокочанная которую только что подкармливал поэтому для таких растений можно вносить раствора поменьше вот на такую грядочку из 11 лунок капусты использую всего одну 10 литровую лейку раствора все это делается конечно очень примерно исходя из опыта то что капуста как некоторые огородники опасаются сгорит этого не происходит делаю так много лет и капуста реагирует на такие подкормки очень хорошо точно так же подкармливаю и всю остальную капусту повторюсь что важно при подкормке капусты грунт должен быть влажный то сделать это следует после полива нужно чтобы капуста достаточно окрепла после высадки если она выращивается через рассаду например я подкармливаю капусту через 10 дней после высадки вот на это место срок подкормки капусты может очень сильно разница в зависимости от условий местности от погоды вот например в этом сезоне делается это довольно поздно в конце второй декады июня обычно делаю это до середины июня но погода вносит свои коррективы все растения в этом году задерживаются в развитии но расход раствора примерно от пол литра до литра в зависимости от того насколько большое растение несмотря на всю простоту этой процедуры польза от подкормки очень большая капуста начинает расти хорошо и в конце концов завязывает неплохие кочанчики на подкормку хорошо реагируют все виды капусты и белокочанная и цветная и брокколи и кальраби и китайская и прочие другие капусты в конце пожелаю всем огородникам выращивать капустку не забывать про подкормки если нет куриного помета можно использовать и другую органику крайнем случае и минеральные удобрения желаю всем хороших урожаев всего самого доброго до свидания